привет привет мои дорогие меня зовут ирина вы на моем канале вяжем на позитиве не только сегодня я вам хочу рассказать как связать вот такой интересный полувер обалденно красивого цвета зеленого зеленое сочетание с красным и вообще ну не знаю мне очень нравится этот полувер связан легко несмотря на то что здесь сочетание трех вот таких вот интересных узоров и ажурные узоры и такие выпуклые немножечко узора как жгутики такие небольшие да смотрится очень красиво особенно сочетание вот с красным не прям так понравилось поэтому я за этот полуверчик у хватилось значит схемки этого полувера я вам показала покажу еще вяжется он по прямой как вязать его я вам расскажу на размер 46 48 но я хочу сказать что он вяжется по прямой вяжется он поворотными рядами поэтому вы можете связать на любой размер и меньше и больше почему я так говорю потому что вот этот узор его можно пропустить по середине да а по краям идет обыкновенный жемчужный узор и этот жемчужный узор его можно продлевать если например размер вяжите побольше да то вы можете вот этот вот узор вот этот узор вы можете оставить вот который в середине до по рапорту хотя и этот узор и этот узор они все вяжутся по отдельности просто вот сочетание вы можете его тоже комбинировать по-разному да а вот это вот у нас идет жемчужный вот этот вот узор который вяжется по схеме один к одному это одна лицевая 1 изнаночная и в обратно в поворотных рядах он вяжется наоборот значит лицевые провяжется изнаночные изнаночные лицевыми но узор довольно таки простой его вы применяют во многих узорах во многих изделиях этот узор вернее поэтому если вы будете вязать на размер больше то вот это вот во все оставляете а вот это вот вы видите что и рукавчики также связано вы это можете продлить и узор у вас останется в середине который значит как вязать вяжется изделия по прямой никаких выемок проймы здесь нет и рукавчик вяжется тоже также по прямой но как рукава вяжутся обычно рукавчики вяжутся немножечко расклешенные кверху и закрываются да поэтому силуэт прямой прямые силуэты модно рукав получая плечо получается приспущенное узор на рукаве в серединке проходят вот эти ромбики и по краям идут вот этот рисуночек узор да а потом идут вот такие вот жемчужинки значит как вяжем значит она вот это изделие полностью на сорок шесть сорок восемь размер у нас уходит 900 грамм пряжи значит спицы здесь идут три идут у нас на девочку как всегда третий номер три с половиной идет полностью на все изделие значит что еще еще мажорчики я вам сказала все сказал давайте начнем я начну рассказывать как вам связать вот этот вот узор это у нас идет перед набираем на спицы сто шестьдесят шесть петель повторюсь во всех своих видео повторяюсь что это идет стандартный размер сто шестьдесят шесть петель но вы должны учитывать что плотность вязки толщина нитки все это учитывается поэтому я думаю что вам нужно связать образец и уже от своего образца отталкиваться сколько вам набирать петель ну значит я вам расскажу как набрать именно вот на эту модель сорок шесть сорок восемь значит набираем сто шестьдесят шесть петель на спицы номер три и провязываем 22 22 петли мы провязываем вот эти вот с краешку ажурные вот эти вот жемчужным узором а потом мы переходим вот на этот узорчик здесь у нас получается мы должны провязать вот этим узором так раппорт у нас вот этот вот получается здесь мы должны провязать два раппорта два раппорта мы провязали и потом переходим на узор номер два это где вот эти вот ромбики потом опять у нас идет раппорт узора номер один потом узор номер два ромбика и вот так вот повторяется и заканчивается опять вот это же все 22 петли жемчужным узором в общем все у вас должно провязаться и здесь 22 петли и в конце у вас должно остаться 22 петли плюс естественно кромочная до для того чтобы вот этот узор у вас не если у вас например не получится вдруг 2 кромочные 22 петли потом узор вы где-то сбились и здесь у вас получится или лишние или а не хватает то здесь уже можно набрать с этой стороны потому что жемчужный узорчик он очень легко вяжется если вы даже добавить или чуть-чуть уберете заметно не будет это все делается в начале ряда вот вы провязали получается вот это вот здесь не резинки ничего нет да и и начинаем вязать вверх вверх мы провязываем значит уже вот вы начинаете спицами номер три провязали немножечко да вот например один рапорт а потом вы но это чтобы немножечко стягиваться потом вы переходите на спицы три с половиной и уже до верха вы вяжете полностью спицами три с половиной вот так вот так значит мы довязали до горловинки вяжем 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 и нам нужно вывязать вот эту горловинку видите горловинка здесь плавно этот узорчик переходит в этот же узор вот как здесь вы начинали и здесь вы будете заканчивать узор очень легкий вы разберетесь я даже не буду его показать потому что в нем очень легко разобраться здесь идут идет резиночка и вот это вот перекрещивание это очень легко здесь идет перекрещивание 2 на 2 тут даже просто тут количество вяжите по схемке потом перекручиваете в общем легко а уж ромбик связать это вообще легко так значит мы провязали и здесь мы должны с вами закрыть вот это вот это вот эти вот петельки по рапорту значит здесь у нас мы должны закрыть 16 петель высоту но я могу вам показать допустим какая высота у вас будет но я думаю что рост у всех разный поэтому вот эту высоту изделия вы тоже высчитайте сами когда вы посчитаете что вам нужно связать горловину вы значит делите все пополам находите серединочку и 16 петелечек вы закрыли закрыл 16 петелечек а потом вы должны в каждом втором ряду закрывать с обеих сторон один раз по 6 петель закрыли здесь вот один раз по 4 петли вашу вот это вот по развороте получился один раз по две петли один раз по одной я уже несколько раз показывала как вывязывать вот эти вот горловинки да но здесь видеть видите надо вписаться в узор поэтому вы когда будете вязать вы уже считаете папа когда вы будете вязать из полуфир уже вот эта схемка у вас будет как наизусть и когда вы дадете горловинки вы уже будете знать как здесь что вы вязать и всегда горловинку закрывают вот смотрите мы закрыли 16 петель потом из одной закрыли не вывязали а закрыли естественно когда мы вяжем и закрываем через ряд 6 потом 4 потом 3 потом 2 потом 1 и довязали до плеча и закрыли плечом все мы связали здесь как раз у нас получается все вывязали закрыли когда вы постепенно через ряд будете туда провязывать и закрывать у вас как раз получится вот эта высота всегда начинаем с большего и потихонечку мы в каждом ряду закрываем сначала 6 4 3 2 1 это почти во всех вот этих вывязываниях горловины ну что спинка вяжется у нас точно так же перед мы связали получается спинка она вяжется тоже так же но спинку мы закрываем уже немножечко по-другому мы на спинке закрыли 32 петли а потом с обеих сторон мы закрываем в каждом втором ряду сначала один раз по 7 1 1 по 5 и как раз у вас получится то что надо потому что там из закрыли 16 а на спинке мы закрываем 32 петли понятно здесь каждом втором ряду мы закрыли и там в каждом втором ряду так все а спинка вяжется точно так же прям вот один к одному или если например вам не хочется вывязывать этот узор на спинке вы можете полностью жемчужно вот этим узором связать спинку это еще проще будет так дальше рукавчик как у нас вяжется рукавчик на рукавчик мы набираем значит на рукавчик мы набираем 65 петель на спицу номер три значит провязываем мы с вами жемчужным узором 5 петель с одной стороны потом мы вяжем узор значит узор вот этот вот у нас получится мы свяжем вот эта часть вот эта часть и это же часть у нас будет с этой стороны получается да вот это значит мы провязываем схема номер один потом мы провязываем ромбики и вот эту схему номер один мы опять провязываем здесь это получается у нас один раппорт здесь здесь у нас два раппорта здесь получается по одному раппорту этот у нас будет середина нашего рукава. И в конце у нас опять тоже должно получиться 5 узоров. 5 петель с узором жемчужина. Понятно? Так. И потом мы, значит, когда мы уже вот узорчик у нас в серединке так идет, он не меняется. А здесь вот этот узор, он должен прибавляться. Расширяться. И расширяться он будет с самого начала с обеих сторон. Попеременно в каждом втором ряду вы должны прибавлять по 4... В каждом втором, потом в каждом четвертом ряду вы должны прибавлять сначала по одной петле. Это у вас должно быть значит, где-то 38 петельечек вы должны прибавить. Получается. И у вас должно получиться в конце... Вот, например, вы набрали 65, да, 65. А уже вот здесь вот у вас должно получиться 141 петля. И когда вы рукавчик же видите, он приспущенный у нас, значит, вы должны на себя примерить и посмотреть, какая длина рукава у вас должна получиться. Это все вы должны мерить на себе. Ну, что еще? Значит, как мы будем это все сшивать? Горловинка у нас провязана, рукавчик у нас приспущен. Значит, сначала пришиваем рукавчик вот к этим приспущенным плечикам. А потом мы все это, или начиная с боковых швов до рукава, или с рукава по боковым швам. Пришивать вы можете как угодно. Хоть крючком, хоть иголочкой. Значит, ну, по-моему, все. Видите, очень легко, поэтому я... Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях. Я вам обязательно все подскажу и расскажу. Размеры я вам, наверное, давать не буду. Вы по количеству петель сами все высчитаете. Длину, ширину. Я так думаю, что лучше мерить на себе. Если вы, значит, вяжете на кого-то, значит, вы должны этого человека тоже измерить. И уже, исходя из этого, как вы вяжете, начинать вязать на него. Но все равно примерка любого изделия, шитье это или вязание, она должна быть обязательно хотя бы один раз. Потому что люди разные. Размер-то один стандартный. А при вязании же, учитывается, я же вам говорю, толщина нитки, как вы вяжете, все это учитывается. Поэтому вот такой вот интересный полувирчик я вам показала. Мне он самый очень нравится, потому что он легкий. А смотрите, как богато за счет цвета и за счет вот этих вот узорчиков. Ну что, теперь я вам, наверное, покажу схемку вот эту. Сейчас я вам ее постараюсь. Или ее видно? Схемку видно? Ну, ее видно, да. Вот она, эта схемочка. Схемка простая. Вы ее можете, я ее не убираю. Обозначения все есть. Как жемчужный узор вязать, вы увидите как. Одна лицевая, одна изнаночная. Поэтому вяжите, наслаждайтесь своим вязанием. Я очень рада, что вы смотрите меня, что вы зашли на мой канал. Ну, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok